Вламываются в дома призывников, отбирают телефоны и оформляют войска за один день. Так мобилизуют граждан военкомы в Москве. А те, кто отказывается идти на службу, ссылаясь на проблемы со здоровьем и так далее, избивают и угрожают изнасиловать. Это выяснили журналисты телеграм-канала «Можем объяснить», которые пообщались с семьями мобилизованных москвичей об этом, а также о нескрытой, скрытой мобилизации в России. Говорим с журналистом телеграм-канала «Можем объяснить» Ильей Давлячевым. Илья, здравствуйте. Добрый день, Анастасия. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Итак, полицейские похитили двух москвичей просто из дома и призвали в армию за один день. Об этом пишет издание, в котором вы работаете. Можете объяснить, как это? Это же полицейские. Это не бандиты. Это не вооруженная группировка, которая забегает под белые рученьки и куда-то уводит. Как это возможно? Во-первых, когда вы говорите полицейские не бандиты, тут, конечно, можно оговариваться, потому что в России полиция со временем, к сожалению, превратилась в полубандитскую такую структуру. Я, когда работал, например, на митингах в Москве, в Петербурге, прекрасно видел, как это все происходит. Но то, как людей задерживали на митингах, так действует не стража порядка, так действует бандит. Что касается вот этой истории, которую мы написали. История действительно беспрецедентна, потому что вот такого уровня насилия, такого уровня агрессии во время обычного призыва раньше не было. Как это было обычно в России. Ну вот, допустим, 1 марта начинался призыв. И я, когда жил в Питере, проезжал мимо станции метро и видел, как там появляются такие дядечки военкома, полицейские, которые тормозят подростков, ну и там людей, которые похожи на тех, кто подпадает на этот призыв, проверяют у них документы и увозят в военкоматы. Такого, чтобы людей, подростков, молодых людей били, отвозили насильно на призывной пункт, там угрожали, извините за выражение, набутылить, такого еще не было. И что это значит? Во-первых, мобилизация в России продолжается. Что бы там ни говорил Песков, вообще, вот когда люди вроде Пескова говорят, что там небо голубое, присмотритесь, вот поднимите голову и поймите, что вот в этот момент небо наверняка какого-то другого цвета. Поэтому не стоит верить их словам, мобилизация продолжается. Это, кстати, подтвердил и Верховный суд России, что нет указа Путина, значит, можно призывать на фронт и в тыл. Это первое. А второе, что есть у военкомов и полицейских, по-прежнему вот эта палочная система. Им дали наказ набрать определенное количество людей, и они его выполняют. Какой выход из этой ситуации? Не открывать дверь полицейским, не идти в военкомат. Если не пойдете в военкомат, вот те молодые люди, которые нас смотрят, вам всего лишь... Я прошу прощения, можно не открывать дверь полицейским, но полицейские ее, как в этом случае, могут выломать. Это, возвращаясь к нашему предыдущему разговору о бандитах. Так действуют бандиты, к сожалению. Поэтому, ну, по другим адресам жить. Если вот вы подозреваете, что вас могут призвать на фронт уехать куда-нибудь, лучше, конечно, уехать из страны в принципе, потому что, ну, все это будет разворачиваться и дальше. Очевидно, что будет тотальная мобилизация, потому что армия России не справляется. И те военные преступления, которые совершает российская армия в Украине, они свидетельствуют, что, ну, не совершает военные преступления та армия, которая успешна. Значит, российская армия не успешна. А потому весь этот маховик репрессий, он будет раскручиваться. И мы, кстати, после вот этой новости получили десятки сообщений о том, что людей с четвертой степенью ожирения призывают, людей с тахикардии, людей там с плоскостопием, там с чем только не призывают, со спидом призывают. Ну, слушайте. Очевидно, что вот эти двое ребят, вот вы говорите, если вы подозреваете, что вас могут мобилизировать, уходите, убегайте, живите по другим адресам. Очевидно, они не подозревали, потому что они как бы больны. 22-летний Иван Дубенко, у него заболевание позвоночника, у 20-летнего Евгения Комарова астма и депрессивные расстройства. Так рассказали близкие их. В какой смысл мобилизовывать вот этих вот больных людей, если потом на фронте от них, мягко говоря, никакой корости? Ну, это называется пушечное мясо. Эти люди будут служить прикрытием для тех, кто будет там идти сзади и стрелять. Вот точно так же, как это было в Бахмуте. Там в тылу стоят наемники из Чебака Вагнера, а чуть дальше стоят люди из контрактники, там, Минобороны. Они не дают наемникам уйти, и, собственно, поэтому Пригожин, хотя он и градил, что он свалит оттуда, он и его люди не ушли, потому что они не могли уйти. Их бы расстреляли те, кто там стоят сзади. Вот, собственно, все эти молодые люди с заболеваниями, они будут пушечным мясом, потому что нормальных людей в российской армии сейчас нет. И поэтому, собственно, у нее ничего не получается, и вряд ли получится и на фронте, и к тылу. А если у них есть зафиксированная болезнь, зафиксированная медицинским сотрудником, не знаю, карточки, справки и так далее, они могут доказать о том, что они непригодны по российским законам, мы понимаем, что это условное слово, закон и Россия, что они непригодны к армии, могут отправиться в суд, не знаю, к правозащитникам, куда угодно, для того, чтобы избежать такой участи. Ну, давайте начнем с того, что призывников вообще по российскому закону не могут отправлять на фронт. Они должны сначала отслужить три месяца, там в учебной части подготовиться, ну и, собственно, подготовку пройти. Просто призывника нельзя взять и отправить на фронт по закону Российской Федерации. Но мы возвращаемся к мобилизации и к тому, что происходило в самом начале вторжения в Украину. Призывников отправляли на фронт, мы об этом писали кучу раз. Минобороны это отрицало, как вы помните, российское. Они говорили, что нет, мы не отправляем призывников, нет таких случаев. А потом даже Путин это признал, насколько я помню. Поэтому по закону, конечно, может быть все, что угодно. И, конечно, нужно использовать все возможности, подавать иски в суд, проходить дополнительное обследование. Но вот в случае с мобилизацией тоже было довольно много ситуаций, когда еще до решения суда, когда мобилизованный обжаловал свой призыв, его отправляли на войну. И даже потом, когда суд выносил решение о том, что человек не может быть призван, да, его, конечно, возвращали, но были случаи, когда там люди теряли конечкурс, например. Так что закон в Российской Федерации не работает, но это не значит, что не нужно использовать все возможности. Да, подавать иски в суд, обращаться к правозащитникам, которые там остались, призывные какие-то коллеги, проявлять, в общем, все, чтобы не оказаться на войне. Илья, скажите, а какая судьба, какая дальнейшая судьба вот этих двух молодых людей, о которых писало ваше издание? Ну, их пока не призвали в армию, потому что там тоже такая довольно длительная история. Там еще медкомиссия, потом сборный пункт. Но пока, к счастью, их, насколько я знаю, они не отправились ни на войну, ни в армию, но и, насколько я понимаю, там правозащитники активно подключились к этой истории. И поскольку она уже вышла на федеральный уровень, это такой большой скандал, но в России военкомы опасаются больших скандалов. То есть есть такая тихая мобилизация, там палочная система. В этом случае, я думаю, что все обойдется именно потому, что вот был такой серьезный общественный резонанс. И поэтому, кстати, я призываю еще раз людей, права которых нарушают, жаловаться в СМИ, жаловаться правозащитникам, писать нам, писать на Фридом, писать куда угодно, если вы видите, что ваши права нарушают. Иначе с этим никак не побороться. Потому что вот эти вот региональные, низовые военкомы, они очень боятся резонанса. Поэтому только резонанс может помочь в подобных ситуациях. То есть связь с этими двумя ребятами есть? И у родственников, и у средств массовой информации, и у правозащитников, если они обращались к ним? Ну, у правозащитников, я так понимаю, есть связь. Мы последние, вот по крайней мере, сегодня-завтра, сегодня-вчера мы с ними не связывались, но насколько я понимаю, правозащитники подключились к этой истории. То есть какие-то подвижки, к счастью, есть. Скажите, а не кажется ли вам, что это выглядит достаточно симптоматично? То, что в Москве, в самой Москве, которую максимально старались обходить стороной с точки зрения мобилизации, понятно, что из Москвы тоже призывали, но даже в процентном соотношении, сколько призывали из Москвы, сколько из той же Бурятии, но это небо и земля. Из Москвы этот процент, он значительно меньше. Но тут вот так насильно призывают. Не выглядит ли это симптоматично? Не говорит ли это о том, что вот эта вот скрытая мобилизация, ну, идет, наверное, не лучшим образом, не так, как хотелось бы ее устроителям? Знаете, на мой взгляд, вот в ситуации с Москвой, здесь речь идет, к счастью, наверняка, о самодурстве конкретных полицейских и конкретных военкомов. Потому что, насколько мы знаем, там действительно в Москве не призывают так, как призывают на той же Кубани или в той же самой Бурятии. И это прямое указание власти Москвы, в том числе и Сергея Собянина. Вот есть, допустим, один регион, как Чечня, где вообще практически нет погибших мобилизованных и вообще погибших людей. И там тоже, как мы знаем, не призывают людей. И есть Москва, где люди призывают, но так, лайково, потому что есть, ну, Москва это крупный город, и любой подобный случай он становится известным. И Сергей Собянин, если вы помните, мэр Москвы, он вообще до определенного времени как-то сторонился вторжения, сторонился темой войны, никак не высказывался, там ничего, вот можно было пройти по Москве, и как будто мирная жизнь. Ничего, ни ЗЭД, да, там отдельные идиоты, вроде там партии «Справедливая Россия» вешали у себя на здании вот эти вот баннеры, да, с огромными ЗЭДками. И в принципе все. Но потом стало понятно, что, видимо, отмалчиваться нельзя, и Сергей Семенович, еще у него выборы довольно скоро, ему, насколько мы понимаем, было сказано, что нет, промолчать не получится, нужно что-то делать. Но вот в этом случае, мне кажется, к счастью, речь идет еще раз о беспределе конкретных лиц, потому что вот систематики по Москве и по Петербургу, по Петербургу там есть некоторые тревожные звоночки, но пока большой, большой сложности нет. А вот в регионах, да, в регионах там действительно творится откровенный беспредел, и он всегда был. Еще когда я жил в России, там всегда в регионах были вот подобные случаи. Не вот это, когда полицейские обещают прямо убить, и насильно отвозят, и избивают. Но там тоже сильно нарушали права призывников. В Москве и Петербурге пока такого не было, ну, посмотрим, что сейчас будет происходить там. А вот эта скрытая мобилизация, о которой мы тоже говорим часто в своих эфирах, она сейчас как-то раскручивается, набирает обороты, в том числе в регионах. Потому что после первой официальной волны в сентябре прошлого года, прошло некоторое время, было некоторое затишье. Снова в год, в январе, феврале, даже говорилось о том, что возможно Путин решится на официальную вторую волну мобилизации, но этого не произошло, стали брать по-тихому. Вот как сейчас, на фоне и неудач российской армии на фронте, набирает ли обороты вот эта вот скрытая мобилизация в Российской Федерации? Она, знаете, она такая перманентная, то есть она вот идет, идет и идет. Там нет каких-то резких всплесков, но людей как призывали, так и призывают. И, собственно, несложно призывника отправить на фронт. Еще раз говорю, три месяца он проводит время в учебке и вперед воевать в соседнюю страну. Так что мобилизация еще раз идет. Давайте зафиксируем, мобилизация в России не закончена. Она официально продолжается. Верховный суд это признал. Мы видим все вот эти вот подобные факты. Но, кстати, то, что мобилизация продолжается и то, что люди продолжают гибнуть на войне, это вызывает довольно большое неприятие в обществе и люди это замечают. Не так давно было независимое исследование и оно показало, что вот за этот год был резкий всплеск негативного отношения россиян к потерям на войне. Помимо общего уровня тревожности, который снова подскочил не так давно, это во многом связано с дронами, с плохой ситуацией на фронте, но и с продолжением мобилизации. Я напомню, что сейчас в России действует система электронных повесток, а значит, просто избежать получения повестки как таковой нельзя. Даже если вы ее не получили, то считается, что вы как бы приняли ее, поставили там подпись. Но люди замечают, что все идет негладко, и это дает некие основания полагать, что тот самый маховик репрессий, он не будет раскручен на полную, потому что когда в России есть большое общественное недовольство, когда люди выходят на митинги, протестуют против чего-то, но власти стараются идти на попятную. Мы всегда это замечали, это было и во время выборов, но и во время войны. Вы помните, что мобилизацию довольно быстро свернули, потому что очень большое негативное отношение было в обществе. Но ее свернули на словах, ее не свернули официально, поэтому еще раз вывод один, не идти в военкомат, не открывать дверь или жить не по месту регистрации. Илья, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Журналист телеграм-канала «Можем объяснить» Илья Давляч рассказал нам о том, как в России проходит мобилизация и в том числе о том, как полицейские уже вламываются к потенциальным призывникам в квартиру, избивают и забирают в военкомат. Илья Давляч